Они решили, что администраторы у них должны будут подписать такую, знаете ли, расписку. Ти-та-та-та-та-та-та-блэк-ража-ту-ту-ту-ту-ту. То есть, чтобы в законе таки было написано «Мы, бля, ёпта-нахуй, защищаем КРМП, там, самповские проекты». Чтобы их никто не сливал, потому что это интеллектуальная собственность. Суть вся закона в том, что он... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я вас всех приветствую. Да, как-то это немного необычно. Обычно я вас, знаете ли, всегда с какой-то, вот знаете, уже новостью встречаю. Но сегодня у нас другое дело. Потому что сегодня у нас одна из моих, наверное, самых любимых тем. Вот это, вот знаете, какие-нибудь там разборки, вот эти вот все судебные дела. В Сампе их, конечно, достаточно мало. И вообще мало всего там у нас есть в этом самом GTA Сампе. Да и вообще там вот все вот не так уж и интересно, как могло быть. Да, но ладно. Это не важно, потому что сегодня у меня для вас ваш самый любимый проект у кого-то. Потому что многие там, знаете, когда у меня вышло сравнение Барвиха РП и Блэк Раша. Многие говорили, ой, блядь, да это Барвиха. Это, блядь, говно. Вот на Блэк Раше вот это вот, да. Вот это вот там я понимаю. Вот это само собой. А тут сейчас, в общем-то, у нас Блэк Раше немного выделилось из общего, так знаете ли, списочка. Кто, возможно, забыл, кто, возможно, не знает. Блэк Раше это такой, знаете, мобильный КРМП проект, который вот его нигде не было, о нем не было слышно. Вообще-то вдруг он появился, вдруг о нем все знают и вдруг на нем все играют. Как так вышло? Я сам не ебу. Не спрашивайте, это мобильный сегмент. В мобильном сегменте может быть абсолютно точно все. И даже то, чего там быть, я вообще, ну, абсолютно точно не может. Поэтому, вот, смотрите дальше. Потому что, ну, это, это вообще просто. Я когда эту новость прочитаю, я подумал, что это какой-то рофл. Но, зная вообще самперов, зная вообще КРМПшников и всех вот этих вот близко приближенных к ним, могу сказать, что вполне возможны все вот эти вот, знаете ли, варианты, которые я дальше буду вам называть. Так вот, в чем же все дело? Вы, наверное, все знаете, что вот существуют сливы на разнообразных проектах, как в САМПе, так и в КРМП. Обычно их, конечно же, проводит Владислав Павлов, он там, знаете, вот этот весь король сливов, возможно, король помидоров, там, еще чего-то. Мне это абсолютно точно не важно. И вот разработчики мобильного КРМП проекта BlackRash, дабы немного уберечь себя от вот всего этого, знаете ли, чтобы неповадно всем людям было, они решили, что администраторы у них должны будут подписать такую, знаете ли, расписку, в которой говорится, что там, я такой-то, такой-то паспорт серии, паспорт номер, там, паспорт выдан теми, 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 там, прописка. А все такое подтверждаю, что вот обязуюсь оказывать помощь в поддержке, в развитии, та-та-та-та-та, BlackRash, ту-ту-ту-ту-ту. И то, что проект BlackRash подлежит охране по 1225 статье. На админку встал, бумагу подписал. И если мы откроем 1225 статью, то тут, ну, я вот первоначально вообще читая данную статью, ну, даже внимания не обратил, я подумал, что тут даже нету такого пункта. Я-то вот как бы, что я мог искать, КРМП проект, да, то есть, чтобы в законе таки было написано, мы, бля, ёпта, нахуй защищаем КРМП, там, самповские проекты, чтобы их никто не сливал, потому что это интеллектуальная собственность. И я сюда зашел, смотрю, а тут-то ничего и нету. Единственное, что тут есть, это пункт 1 и, наверное, под пункт 2, я не знаю, как это всё расшифровывается, это программы для электронных вычислительных машин, в общем, ЭВМ. И тут, вот, всё равно спорно, в закон, вот, то есть, суть вся закона в том, что он всегда очень, так знаете, расплывчато прописан, то есть, программы для ЭВМ. Ну, то есть, ЭВМ, по сути, имеется в виду, то есть, лично в моём представлении, да и в представлении многих людей, которые вообще знают эту расшифровку, это компьютер. Но, в целом, под определение ЭВМ может подходить и телефон. Поэтому, ты такой, типа, сидишь, думаешь, ага, ну, то есть, тут, наверное, они более-менее Блэк Раша подходят под всё это описание. А вот в остальном, ну, как бы так сказать, ну, такое. Но, в целом, если посмотреть, то расписка написана как раз-таки грамотно. А, однако, типа, откуда 25 тысяч рублей, откуда такая, почему не 250, почему не 2 миллиона 500 тысяч рублей, типа, ну, вообще, откуда? То есть, по, допустим, нарушению каких-то авторских прав у нас есть отдельная статья в уголовном кодексе. И она, то есть, вот так вот регламентируется. А тут, ну, типа, я, я не знаю, я не знаю. И смотря на всё это, ты, типа, думаешь, ну, это серьёзно, чуваки, блядь. Ну, слили у вас проекты, слили, вы откат сделали, всё. Никаких проблем больше не происходит. Хоть сняли, нахуй, этого админа, забанили, там, в чёрный список его внесли, там, я не знаю, по айпишнику, по железу, блядь, телефона, там, и всему прочему, и всё, блядь. И больше он не может, там, у вас никакие должности, никакие посты занимать. Я не знаю, распишется ли вообще кто-то за это. Вообще, недееспособный человек, он, по сути, вот, если ему меньше 18 лет, он, по сути, вообще не может, вот, всё это делать, типа, расписываться за себя, насколько я знаю. И, ну, а, учитывая тех, кто играет в КРМП Мобайл, то вот там чувакам явно не 18 лет, и даже, возможно, не 16. Поэтому неизвестно, будет ли иметь вот эта вот расписка этих, я не знаю, 15-12-летних детей какую-то юридическую силу вообще. Ну, ну, это, это, вообще, блядь, я не знаю. Хотя тут вроде как паспорт нужен, ну, типа, я не знаю. И, вообще, вы можете высказаться по поводу всего этого в комментариях, то есть, это, наверное, столько у них сразу админов отсеялось от всей вот этой хуйни. То есть, ты, по сути, за бесплатно всё это работаешь, но если у тебя взломают твой аккаунт каким-либо образом, ты ещё должен будешь 25 тысяч рублей. Ну, типа, почему в расписке это не прописано, да? Почему оно вообще, вот, существует в таком виде-то, блядь? Ну, то есть, какие-то непонятные суммы, хотя, вроде как, там, знаете ли, типа, штраф за нарушение авторских прав может быть, там, до 5 миллионов рублей. Поэтому, в принципе, ну, типа, наверное, нормально это всё допускается. Но, я не знаю, тут, наверное, нужно будет проконсультироваться с юристом, чтобы он как-то всё это получше разжевал. Вообще, возможно ли такая хуйня или нет? Я просто, я не знаю. Однако, ладно, пишите, что вы думаете по поводу всего этого в комментариях. А так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. А геймплей данного видео был заснят на проекте Arizona RP Server Phoenix. IP данного проекта и мой никнейм будет в описании. Там же, в описании, есть ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда, там много всякой разнообразной информации. И заходите, и всё у вас будет круто, замечательно и отлично. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok